В эфире телерадиокомпания Шибекина. В студии Валентина Ягупова. Здравствуйте! Самые интересные новости из жизни нашего города и района сегодня в выпуске. Чествование многодетных семей состоялось в минувшую среду. Вторая игра районной школьной лиги КВН завершилась успехом команды из Крапивного. Соревнования по многоборью среди учащихся 5-6 классов собрали активную молодежь 5-й школы. А теперь об этих и других событиях подробнее. Праздник День Матери в Шибекинском районе неразрывно связан с чествованием многодетных семей. Почетным знаком «Материнская слава», который утвержден губернатором Белгородской области Евгением Савченко, были награждены 4 представительницы прекрасного пола. Дорогие друзья, уважаемые гости, наши семьи, сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить замечательным праздником женщин, познавших величайшую радость материнства. Районное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню Матери «Материнская слава», состоялось в уютном зале кафе «Семейный очаг». Награду вручили многодетным мамам, отдающим своим детям всю любовь и нежность, щедрую душу и благородное сердце. Друг друга храните во все времена, живите в ладу и гармонии. Почетный знак Белгородской области «Материнская слава» первой степени и денежное вознаграждение вручили многодетной матери Татьяне Мишневой. В этот знаменательный день, а он у нас празднуется традиционно, последнее воскресенье ноября, и в канун этого праздника мы вас здесь собрали, в этом уютном месте, которое называется «Семейный очаг», для того, чтобы поздравить вас, пожелать вам добра, здоровья, теплых слов. Ведь на сегодня не секрет то, что семья является не только ячейкой общества, но это еще и наше будущее, не только России, но и Белгородщины. И я искренне хочу поздравить вас с праздником от администрации Шебетинского района, до воды Алексея Николаевича Калашникова, он не смог приехать, потому что уехал на совещание. Пожелать вам добра, здоровья, любви друг к другу, ну и, конечно же, мирного неба. Также почетные знаки Белгородской области «Материнская слава» третьей степени и памятные подарки вручили матерям Наталье Шпунт, Наталье Волобуевой и Оксане Поляковой. Хочу поздравить вас всех с самым теплым, самым замечательным праздником – Днем Мамы. Матери как-то так строго, а вот мамы как-то совсем хорошо. Мир для каждого из нас начинается с мамы, с ее самых красивых глаз, с ее самых нежных рук, с ее самой теплой улыбки. Мир продолжается для нас с мамой, с запахом ее самых замечательных и самых вкусных пирогов. Иногда вовремя скажем им «Ты молодец, у тебя получится, ты сможешь». И когда ты уже совсем взрослый, вечером в телефонной трубке, мамин голос «Привет, как дела?» Мы все дети, пока рядом с нами наши мамы. Поэтому, дорогие мамы, живите долго, будьте обязательно счастливы. Пусть у вас будет как можно больше поводов гордиться вашими детьми. И оставайтесь рядом с ними долго-долго. С праздником вас! Мама – это душа семьи. С семьи начинается жизнь человека. Семья – источник любви, уважения и привязанности. То, на чем строится любое общество, без чего не может существовать человек. Поздравить с замечательным праздником женщин, познавших величайшую радость материнства, пришли гости. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok После торжественной части состоялась праздничная программа, включавшая в себя выступления артистов города и района. В рамках всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» в пятой школе прошли соревнования по многоборью среди учащихся пятых-шестых классов. Незадолго до соревнований ребята собрались в актовом зале для небольшого инструктажа. Его провели директор школы Валентина Степановна Воротыляк и учитель физкультуры Александр Иванович Чепурной. Основной задачей данной акции является ориентирование школьников на здоровый образ жизни, демонстрация его значения в становлении личности человека, передача определенной системы знаний в области физической культуры и спорта, олимпийского движения. В программу соревнований вошли спортивные состязания, теоретическая подготовка, конкурс плакатов, в котором ребята приложили максимум усилий и фантазии, чтобы работы получили высшую оценку от судей. «Пагубным привычкам нет, здоровому образу жизни – да». С таким девизом ребята приступили к спортивным состязаниям. Ориентирование по школьному микрорайону. Турецкая полоса препятствий – дартс. Ребята не скучали на протяжении всего дня. Школьники проходили полосу препятствий и передавали эстафету товарищам по команде. Захватывающие испытания сменялись теоретическими заданиями. В общем, соревнования выдались на славу. Данная возрастная категория в мероприятии выбрана не случайно. 12-13 лет – это тот возраст, когда подростки с легкостью могут попасть под воздействие вредных привычек. В завершении спортивного праздника ребята получили заслуженные грамоты и ценные подарки от отдела молодежной политики и руководства пятой школы. 27 ноября в Крапивинском сельском Думе культуры разыграли вторую путевку в финал молодежной лиги КВН. Наши корреспонденты следили за ходом мероприятия. Название самых веселых и находчивых, а также возможность представить поселение на финальной игре в декабре претендовали три команды. «Кураж» – Кашлаковский дом культуры, «Селяни Стайл» – Крапивинский ДК и команда «Стеляги» из Чураева. В Крапивинском доме культуры КВНщики шутили на разные темы. Продемонстрировать себя во всей красе и получить заветные баллы КВНщики могли в четырех конкурсах. Многие из ребят впервые попробовали себя на сцене, но, как говорят сами участники, главное не призы, а отличное настроение. Вторая зональная игра Шубекинской районной школьной лиги КВН прошла на одном дыхании. Во время игры чувствовался дух соперничества и азарта. Жюри оценивало выступление команд на соответствие теме конкурса, качество юмора и общую сценическую культуру. После подсчетов баллов первое место и путевку в финальную игру получила команда «Селяни Стайл». Организаторы мероприятия отметили, что КВН проводится в целях развития подростковой и юношеской инициативы, организации содержательного досуга среди молодежи города и района, создания и развития школьного движения, а также расширения и укрепления творческих контактов между командами школьной лиги. Одна голова хорошо, а две лучше. Известно всем, на что способна голова веселого и находчивого в тот момент, когда она умна и не одна. На что способны наши мыслители, сказители и просто сочинители, способные за пять минут вам шутки выдать и блеснуть, блеснуть своему лицом. Уже в эту субботу наш город ожидает яркое творческое событие. В четвертый раз фестиваль традиционного народного музыкального творчества «Звонкие струны России» соберет исполнителей и любителей народной музыки из разных уголков Белгородской и соседних областей. В рамках фестиваля пройдет ряд интереснейших мероприятий. В коле второго этажа Дворца культуры вы сможете подкрепиться традиционными лакомствами русской народной кухни. Посетите ярмарку, на которой будут представлены лучшие работы рукодельников и рукодельниц нашего края. Свою творческую программу представят более 20 коллективов из города Белгорода, города Шибекина и Шибекинского района. Один из инициаторов создания фестиваля, активный пропагандист народной культуры, руководитель народного самодеятельного коллектива «Оркестр русских народных инструментов «Карусель», заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Довгополов, гордится мероприятием такого уровня. И я, как один из руководителей этого фестиваля, с удовольствием приглашаю всех жителей Шибекина на это большое, красочное мероприятие. Получите массу положительных эмоций. Шибекинцам вновь выпадет возможность познакомиться с творчеством ярких, талантливых музыкантов. 6 декабря, 11 часов. Модельный дворец культуры. Фестиваль традиционного народного музыкального творчества «Звонкие струны России». Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из сфер жизни, требующая постоянного внимания. О проблемах, обсуждаемых на Общественном Совете, расскажут наши корреспонденты. Очередное заседание Общественного Совета по проблемам жилищно-коммунального хозяйства при администрации Шибекинского района состоялось 27 ноября в Малом зале Модельного дворца культуры. На мероприятии присутствовали директор городского водопроводного канализационного хозяйства Максим Александрович Чередниченко, заместитель начальника Шибекинского участка «Белгородская сбытовая компания» Александр Андреевич Косынка, заместитель главного редактора районной общественно-политической газеты «Красное знамя», депутат городского собрания городского поселения города Шибекина Юрий Викторович Трофимов. По повестке дня были рассмотрены следующие вопросы. Об оплате за электроэнергию, употребленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, о принимаемых мерах к злостным неплательщикам за жилищно-коммунальные услуги путем отключения одной из коммунальных услуг. В финале мероприятия был утвержден план работы Общественного совета по проблемам жилищно-коммунального хозяйства при администрации Шибекинского района на первый квартал 2015 года. Следующее заседание Общественного совета планируется провести в феврале 2015 года. Зимняя погода порадовала снежком. В честь этого долгожданного события на ледовой арене нашего города прошли народные гуляния. Встреча русской зимы, а именно такое название носило мероприятие, прошло в минувшее воскресенье. Встречали зимушку весело и дружно. Разновозрастная ребятня шумно играла в подвижные игры, организовали которые артисты модельного дворца культуры. Вместе со сказочными героями водили хороводы, отгадывали загадки, отвечали на вопросы. Все это на свежем воздухе, под хруст долгожданного снежка и легкий морозит. Сколько ты пушистого снега принесла, нарумянишь личики нашей детворе, чтоб горели маковки в снежном серебре. Судя по всему, зимушку встретили достойно. Северная гостья решила задержаться в наших краях, одарить погожими деньками, заморозить речку да намести сугробов. Вторая часть праздника проходила непосредственно на ледовой арене, где каждый, пришедший со своими коньками, мог бесплатно опробовать самый гладкий лед Шебекинского района или за небольшую плату взять коньки на прокат. Сохранить и приумножить народные традиции – одна из приоритетных задач развития культуры Шебекинского района, с которой успешно справляется новотоволжанский фольклорный коллектив «Задоринка» под руководством активного пропагандиста народной песни Виктории Владимировны Артеменко. Новотоволжанское сельское поселение гордится самодеятельным народным детским фольклорным ансамблем «Задоринка», который прославляет Новую Товолжанку далеко за пределами региона. К сожалению, в селе Новая Товолжанка почти не осталось в живых народных исполнителей, у которых можно было бы перенять старинные песни. Утрата народных песенных традиций села послужила поводом для создания детского фольклорного ансамбля «Задоринка». Коллектив ансамбля «Задоринка» создан в 2004 году на базе Новотоволжанского сельского дома «Культуры». В коллективе занимаются три возрастных группы. Это младшая группа «Зернышко», дети от 3 до 6 лет. Средняя группа «Задоринка» — это детки от 7 до 11 лет. И старшая группа «Задоринки» — это 12 и 18 лет. Репертуар ансамбля очень разнообразный. Это песни Белгородской области и нашего родного Шебекинского края. Песни села Купина, песни села Новая Товолжанка Муром используются в репертуаре коллектива. И мы гордимся, что мы живем на Шебекинской родной земле и поем такие замечательные песни и возрождаем их. Подрастающее поколение с удовольствием поет фольклорные песни края и других регионов России, овладевает пластикой хореографических движений, работает над вокальной техникой и средствами художественной выразительности. Также коллектив «Задоринка» работает над сценическим воплощением песенного материала и совершенствует вокальное мастерство. Я занимаюсь в ансамбле «Задоринка». Мне очень нравится петь, играть на ложках, на трубеле, на гребешке. Мы выступаем на разных конкурсах, фестивалях, концертах. Мы с коллективом готовимся выступать на фестивале «Звонкие струнные России». Участники ансамбля поют песни без музыкального сопровождения и с сопровождением. В коллективе дети учатся играть на народных инструментах, украшая и дополняя образное содержание песен. При общении детей к основам национальной музыкальной культуры с раннего возраста важнейшая нравственная и эстетическая задача современной культурной политики государства. В ансамбле «Задоринка» я занимаюсь с 2008 года. Здесь всегда теплая творческая атмосфера. Мне очень нравится. Здесь очень приятные люди. Мы с нашим коллективом посещаем самые различные конкурсы, и международные, и всероссийские. Были, а также были в городе Тверь, в Сочи. И мы всегда занимали призовые места. На прошлой неделе мы участвовали в замечательном конкурсе «Белгородский карагод». Мы заняли призовые места, два гран-при, и наши юные таланты заняли первое место. Я очень благодарна своему преподавателю, что она отдаёт все нам силы, она для нас старается, мы её очень любим, и она просто чудо. Ансамбль «Задоринка» является гордостью, ведёт целенаправленную работу в воспитании любви к родному краю, бережному отношению к русскому народному творчеству и белгородской традиционной культуре в целом. Белгородской традиционной культуре, КОНЕЦ Не так давно у нас стартовала новая рубрика из просторов интернета. В ней мы рассказываем о различных необычных и просто интересных новостях со всего мира. Долгими зимними вечерами, когда вам будет нечем заняться, можно пофантазировать на тему украшения праздничной елки – снежинки из макарон. Нам понадобятся макароны, клей, акриловая краска, блестки или лак для волос с блестками, мелкая соль, по желанию. С помощью этих незатейливых подручных материалов ваша новогодняя елка преобразится. Сохранить и приумножить народные традиции – одна из приоритетных задач развития культуры Шибекинского района, с которой успешно справляется новотоволжанский фольклорный коллектив «Задоренко» под руководством активного пропагандиста народной песни Виктории Владимировны Артеменко. Редактор субтитров А.Семкин